Встречайте, дорогие друзья, у нас в гостях Яна Селюкова, заведующая международным отделом Центра международных и оригинальных культурных связей. Здравствуйте. И Филипп Кавин, солист Международной Бах-Академии города Штутгарта. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Ну, а все потому, что 5 ноября в Красноярске стартовал фестиваль Бах-Академии. Мы сегодня об этом фестивале поговорим более подробно. Ну, и я думаю, что Кавин нас не осудит, если первый вопрос, конечно же, прозвучит Яне. Яна, мы давайте сразу в начале нашей беседы разыграем билет, потому что у нас есть пригласительные на одно из мероприятий этого фестиваля. Как будет звучать вопрос? Вопрос звучит следующим образом. В который раз в Красноярске проводится Международная Бах-Академия? В который раз? И три варианта ответа. Три варианта ответа. В девятый раз. В первый раз. И в одиннадцати, дорогие друзья. Итак, присылайте свои ответы на наш СМС-номер 9020. Остров, пробел и текст вашего ответа. Ну, а в течение разговора, я думаю, уже придет правильный ответ, мы пригласительным вручим победителю. Итак, к нашей беседе. Красноярск – это единственный город в России, где проходит подобный фестиваль. Все верно. Действительно, с 2001 года по инициативе заместителя директора Центра международной связи Андрея Михайловича Маслова и несменного художественного руководителя, главного дирижера Бах-Академии в Красноярске, Штефана Валера в Красноярске, проводится данное мероприятие, которое, думаю, уже в который раз порадует красноярцев великолепной музыкой в исполнении действительно колоссально опытных исполнителей. Действительно. Один из таких исполнителей, Филипп, это Филипп Кавен, и я так понимаю, что Филипп не первый раз в Красноярске. Что для вас, Филипп, участие в этом проекте, и как вам город на Красноярск? Also, Филипп, bist du eigentlich nicht zum ersten Mal в Красноярск? Vielleicht kannst du sagen, welche Rolle spielt überhaupt die Teilnahme an diesem фестиваль hier в Красноярск, und überhaupt, welche Eindrucke hast du schon von Sibirien, von Красноярск, gewonnen? Да. Die Eindrücke von Sibirien an sich sind fantastisch. Also, es ist eine wunderschöne Landschaft. Man hat wahnsinnig tolle Eindrücke von außerhalb. Die Leute sind unglaublich herzlich, sie sind nett, sie sind freundlich, sympathisch, immer entgegenkommend und kulturell. Also, es entwickelt sich sehr, sehr viel. Und es ist jetzt auch eine Freude, zum zweiten Mal da zu sein, und wieder eine neue Entwicklung zu sehen, wieder eine neue Unterstützung sozusagen für die Kultur zu sehen. Ja, tatsächlich, Филипп hier nicht in den ersten Mal, sondern in den zweiten Mal. Er ist jetzt, ihr debut in 2012, auf der BAH-Akademie. Er liebt hier, und es ist sehr, 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 sehr. Und, selbstverständlich, sehr, 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 sehr. и тем более очень важно видеть уже второй год, что развитие есть, и да, действительно, солисты достаточно опытные. Ян, ну какой теме посвящен фестиваль в этом году, и какие композиции красноярцы смогут услышать? Для начала, наверное, начну с того, что практически уникальный, и уникальность его состоит в том, что это не только какие-то различные концерты, но это в том числе и мастер-классы, и по результатам этих мастер-классов происходит дешпрех-концерт. Это очень любимое наше слово, дешпрех-концерт, который в переводе с немецкого языка означает концерт-беседа, то есть это концерт, на котором зрители могут не только окунуться в барочную музыку, но и в том числе и получить информацию о символике, о биографии Ганна Себастьяна Баха. И на этот раз Штефан Валер привез кандату номер 102 «Господи, очи твои некой стиль не обращены». А что касается заключительного концерта, который состоится 9 ноября в Малом концертном зале, там действительно тоже, безусловно, очень интересная программа, и доказательством того служит то, что в течение нескольких недель мы уже получаем звонки с благодарностью о том, что вы создали такую программу. Спасибо, конечно, Штефану Валеру за это. И программа будет состоять 9 ноября из произведений Брамса в честь его 180-летнего юбилея и произведения Феликса Мендельсона «Первая в Альпурге его ночь», а Брамс – это ныне и четыре песни для женского хора в сопровождении Арфы и Валторни. Можно слушать бесконечное, я думаю. Последний вопрос, Икеане, к Филиппу. А будут ли в этом году мастер-классы для студентов красноярских вузов? – Безусловно, я уже об этом упомянула, то что вот уже со вчерашнего дня, как раз когда солисты приехали в Красноярск, они уже сразу же, чуть ли можно сказать, не с самолета, приступили к проведению мастер-классов. И вот вчера уже, насколько я помню, 7 человек, студентов Красноярской академии музыки и театра, и в том числе это и студенты Красноярского колледжа искусства, именно Иванова Роткевича, они посетили эти мастер-классы, и мы продолжаем работать вместе с ними еще. – А Филипп тоже раз в вас будет? – Да, безусловно. – Давайте у Филиппа потребуем какое-нибудь пожелание этим утром, и на этом будем закончить нашу беседу. – А Филипп, vielleicht kannst ты irgendwelche Wünsche den Zuschauern sagen, jetzt und eigentlich werden wir von den Moderaterinnen verabschieden. – Я wünsche, also, ich wünsche auf jeden Fall allen Zuschauern und Zuhörern – это самое лучшее, чтобы они – 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